Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и разработчики выложили на продажу аж на 13 дней, и на тот случай, если вдруг прям совсем долго вы не можете определиться с тем, покупать или не покупать за реальные деньги, выложили товарища Фьюри. Фьюри выложили за 7 баксов в составе набора, набор довольно-таки неплохой, но все мы будем обсуждать поочередно. Первое, что хочется сказать, что мне очень сильно нужна поддержка ваша, ваши комментарии, ваши подписки и ваши лайки очень-очень важны для развития моего канала, и я стараюсь ради вас, постарайтесь ради меня поддержать, ну и, соответственно, помогите мне конкурировать с именитыми мастодонтами. Я всегда высказываю честное мнение, и сейчас буду тоже максимально честен и объективен. Итак, ребят, Фьюри за 7 баксов в состав набора входит 2 американских контейнера, из которых вам, пускай не слишком велика вероятность, но все-таки имеется такая, выпадет какая-нибудь премиумная машинка, а возможно коллекционка 10 уровня. Но, скорее всего, из этого всего вам выпадут какие-нибудь там сертификатики на 200 единиц свободки, бустеры, ну, короче говоря, как обычно это бывает, хотя все зависит от фарта. Мне вот, допустим, не фартит, а кто-то пишет, что с первого или со второго раза забирает машину из рулетки, каждому свое. Но, так или иначе, американские контейнеры есть, хорошая нагрузка. Есть целых 30 дней према, что тоже, кстати, немало, и если перевести в голду, то тоже, прямо скажем, недешево. Что касается аватара, аватар всем знакомый, и, честно говоря, будет довольно-таки неплохим дополнением в коллекцию любителей, и мне вот этот аватар действительно нравится. Я очень люблю вот такие вот простенькие, красивые и, я бы сказал, строгие аватары. Что касается X5, целых 25 штук, но только на Fury, и поможет он вам тем, что будете фармить себе лучше серебрушку, и будете лучше фармить себе универсальный опыт экипажа, элитный, который будете использовать на всех других машинах прокачиваемых. Что касается бустеров, тоже не пожадничали, положили по 25 бустеров каждого вида, кроме перезарядки оборудования, и это тоже довольно неплохо. Слот в ангаре, открытое все оборудование, но за все это просят, ребят, целых 7 баксов реальных денег. И что вы хотите от этого набора? Вы хотите вот это вот все, или вас все-таки интересует машина, которая, в первую очередь, наверное, должна интересовать человека, который играет в танки? Так вот, его, ребят, сегодня и будем обсуждать, что собой представляет Fury, и с кем его можно сравнить. Fury можно сравнить, в первую очередь, с прокачиваемыми и, соответственно, коллекционными премиумными машинами, похожими по внешнему виду и геймплею, на те, которые есть на данном левеле, ну, мы и обратим внимание. Итак, ребят, я для сравнения выбрал себе Шермана Лозы, я выбрал себе М4А3Е2 Джамбо, я выбрал себе Firefly, которого очень редко встретишь для того, чтобы приобрести себе, я бы сказал, что практически-то и не встретишь. Я взял себе две проходных машины, Шерман, Файрфлай и обычного Шермана. Вот с ними, ребят, и стоит сравнивать, но как выбрать именно того, с кем ты должен действительно сравнить данную машину, потому что, в принципе, машины очень похожи. Смотрите, и по ДПМу плюс-минус танцуют ровно, и по пробитию плюс-минус одинаковые, ну да, безусловно, если не брать в учет Шермана Файрфлай из проходных машин и вот этого вот товарища СП. Так вот, ребят, в этом нам поможет не табличка, а определиться с тем, с кем все-таки Фьюри необходимо сравнить, для того, чтобы понимать, а стоит ли его приобретать за эти бабки, поможет платформочка, на которой мы будем заценивать с вами броню. Итак, ребят, смотрите, вот это Файрфлай, и здесь у него в верхнем бронелисте 83 с учетом приведенки. Что касается переднего бронелиста, именно переднего, а не нижнего, 101 миллиметр, но, ребят, нафига он надо, если вас будут, ну, выцеливать именно сюда. Что касается башни, тоже особой броней у Фьюри не похвастаешься, здесь 58 с учетом приведенки, там, в такой проекции, в прямой проекции 78, и как только ты где-то зазевался и отвернул башню, то, понятное дело, здесь оголяется, там, 57-60. Короче говоря, пробивать вас будут, и здесь рассчитывать на какую-то живучесть не стоит. Ну, что касается Шермана Лозы, ну, обратите внимание, в принципе, очень похоже все, здесь 80-93, в зависимости от того, как повернуться, верхний бронелист 101 с приведенкой 148, но, опять-таки, какая разница, сколько здесь, если выше, гораздо мягче, ну, а нижний бронелист здесь вообще просто кошмарный и ужасный. Здесь есть броня по башне, я бы сказал, не сильно отличающаяся от Фьюри, чутка, может быть, получше, но все же далеко не фонтан. Что касается М4А3Е2, то обратите внимание на этого малыша, у этого малыша действительно бронированная башня, бронированная кепка, как я ее называю, она же комбашенка, есть верхний бронелист, у которого существенно лучше броня, а передний бронелист вообще такой же красный, как и сама башня. И здесь, как бы, разговаривать-то особо не о чем и сравнивать особо нечего с Фьюри. Что касается Шермана Firefly, то здесь, я бы сказал, более картонный картон, чем мог бы быть, вы сами видите разницу даже элементарно по цветам, ну, а что касается самих цифрок, то тоже глазом все очень просто видится. Поэтому, ребят, я думаю, что сравнивать нам придется именно с М4А3Е8, проходным Шерманом. По одной простой причине, потому что если вы посмотрите на две этих модельки, вы поймете, что они практически одинаковые. И я бы сказал, что у проходной машины здесь брони даже немножко побольше в отношении, допустим, той же самой башни. Как вы видите, здесь броня с приведенкой 79 и 51 без приведенки, здесь броня 97 и 63 без приведенки. Поэтому, ребят, именно с этой машиной и стоит сравнивать товарища Фьюри. Таким образом, ребят, удаляем всех вот этих вот друзей наших и оставляем обычного Шермана и Фьюри. И теперь смотрим на разницу по ТТХ. ДПМ, да, выше, но не прям настолько, чтобы вау-вау фонтан. Здесь выше, в принципе, на один выстрел. Да, оно так и получается, потому что выстрела в минуту здесь 13,5, здесь 12,5. Именно один выстрел на 160 единиц и, в принципе, выводит в лидеры Фьюри. Но насколько это лидерство действительно поможет вам в боях? 128 пробития и там, и там. Альфа та же самая. Перезарядка один в один, в принципе. Можно немножко улучшить, но если вы на Шермане улучшите, будет тот же самый эффект. Сведение, да, чутка лучше, но все же. Что касается разброса, то здесь, наоборот, у Шермана проходного все куда веселее. Скорость та же самая, в принципе. 48, 50, я думаю, особой разницы вы не почувствуете. Доходность 143. И, честно говоря, в Фьюри однозначно не будет у вас машиной для фарма. Ну, просто не будет, потому что вы не сможете на нем вывозить горы серебра. Да, согласен. В отношении Фьюри вопросов не имею. 53% побед. Но это больше связано с тем, что ребята, которые покупают машины, они, как правило, донатят в игру. И это ребята, которые очень часто играют, очень много играют, посвящают свое свободное и даже иногда несвободное время на то, чтобы прокачиваться в этой игре. Ну, а Шерман проходной. Это машина 6-го левела, на котором ребята, которые играют, они только учатся играть. И, соответственно, Шерман для них это что-то сложно постижимое. И машина, в принципе, проходная для того, чтобы перебраться на 7-й уровень. Именно поэтому здесь, по моему скромному мнению, и есть 50% побед. И мы, ребята, возвращаемся к вопросу того, а стоит ли, стоит ли тратить целых 7 косарей, ой, простите, ошибся, 7 баксов на то, чтобы приобрести себе данную машину. Я думаю, что не стоит. Сейчас объясню, почему. Потому что за 7 косарей золота, ну, за 7 косарей, господи, что же я заговариваюсь-то? За 7 баксов вы при грамотном донате, если вы не часто донатите, по индивидуальным предложениям, можете приобрести себе 6,5-7 косарей золота. И приобрести себе машинку куда получше. А даже если вы не будете этого делать, то за 7 баксов вы можете приобрести себе, пускай, 5 тысяч золота. И все равно взять себе за 5 тысяч золота машинку поинтереснее, чем машинка 6-го уровня. В конце концов, эти деньги вы можете вложить в батл пасс. И, соответственно, офигеть, класс. Теперь будем смотреть долгую рекламу, которую, к сожалению, невозможно никак остановить. Ну ладно, хорошо, посмотрим ее. Все, сейчас нам покажут красивую картинку. Этот батл пасс я прошел. Ну и дальше с вами продолжим. Кстати, было бы неплохо, чтобы разработчики все-таки смогли добавить сюда вот такую вот кнопочку какую-нибудь, которой можно это дело все отсюда убрать. Потому что, честно говоря, это жесть какая там, заходить и постоянно смотреть это. Ладно, ребят, возвращаемся к теме нашего общения. Я говорил по поводу того, что деньги, которые вы можете потратить на то, чтобы купить себе фьюри, вы можете потратить на то, чтобы вложить в один или, может, даже частично в полтора батл пасса, получить себе две коллекционных машинки, если первой у вас не будет. Если четвертого левела коллекционка будет, то вы получите компенсацию. Можете пройти весь батл пасс, собрать себе достаточное количество золота. Вы можете забрать себе коллекционку в уникальном внешнем виде, собрать себе достаточное количество свободки, дней према, x5, которые вы сможете использовать не только на конкретно фьюри. Именно поэтому, ребят, я и говорю по поводу того, что покупать данную машину за 7 баксов, я лично считаю глупостью. Напишите в комментариях свое мнение, считаете ли вы глупостью приобретать данную машину. И если не считаете, обязательно пишите почему. На своем собственном примере, возможно, для кого-то это будет информация полезна. Подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры и честное мнение, которое не проплачивается ни разработчиками, ни кем, либо другим. Спасибо вам большое за просмотр, всех благ, всего хорошего. Ну и обязательно, друзья мои, мира и спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова